Автомобиль Mazda 3 начал своё невероятное путешествие в японском городе Хофу на родине этой модели. Перед вами самые первые версии модели Mazda 3. Но это даже не самое интересное, что связано с этими автомобилями, потому что в следующий раз я увижу их во Владивостоке. Владивосток. В итоге маршрут Mazda 3 стал реальностью. Мы отправились в путь и впервые ощутили вкус езды по российским дорогам. Это одна из самых больших опасностей, с которой мы столкнулись на российских дорогах. И это ещё не всё. Ямы повсюду. Полагаю, проблема заключается в том, что за такой обширной дорожной инфраструктурой сложно следить. Мы только что пересекли новый часовой пояс, так что я должен перевести часы на один час назад. Мне предстоит сделать это не раз. А вот и наш первый прокол. Думаю, этого не избежать. Мы сможем возобновить наш маршрут через 5 минут? Может и через 10. После четырёх с половиной тысяч километров мы попадаем в пробку с потрясающим видом на Транссибирскую магистраль позади нас. В России умеют строить поезда. 72 вагона. Это невероятно. До этого момента мы не видели ни одной аварии. За поворотом нам попался лежащий на боку грузовик. К счастью, никто не пострадал, но этот инцидент доказывает, что на российских дорогах шутки плохие. Мы остановились, чтобы отметить два события. Первое, что мы пересекли ещё один часовой пояс, и это здорово. Но что ещё лучше, мы официально на полпути во Франкфурт. Машина номер семь позади нас наехала на Большой Камень, и кажется, он частично повредил подвеску. Поэтому мы вынуждены искать салон запчастей Мазда, а пока они просто пытаются временно решить проблему, чтобы можно было безопасно доехать. Машина номер семь продержалась молодцом и вернулась на дорогу, так что жить будет. Нам сказали, что передвигаться на ней было бы небезопасно, и, сказать честно, мы думали, что на этом её маршрут Мазда 3 будет завершён. На следующее утро первым рейсом из Москвы нам доставили запчасти для подвески. К десяти часам машину уже починили, и она стояла около нашего отеля, готовая продолжить путешествие. Значительная часть маршрута Мазда прошла по территории России. Фактически мы проехали всю Сибирь. Я нахожусь в Европе, а они в Азии. Вы, наверное, ждёте, что я буду говорить что-то вроде одной ногой в Европе, другой в Азии. Но я не стану. Извините. Мы видели самые живописные пейзажи. Мы попробовали вкуснейшую еду на маршруте Мазда 3. Но ничто не может сравниться с моментом по пути в Уфу, когда нас сопровождали 50 автомобилей Мазда 3, Мазда CX-5, Мазда 6. Пожалуй, один из самых впечатляющих моментов. Мы сделали это! Это было невероятно. Сразу за нами шесть автомобилей Мазда 3. Шесть, а не восемь. Мы потеряли два автомобиля на белорусской границе. У нас была вот такая пачка документов, но, видимо, этого было недостаточно. Утром мы получили неприятные новости. С боли на душе мы вынуждены были продолжить наш путь без машины номер пять и номер шесть. Следующей ночью мы прибыли в Польшу на самую большую вечеринку нашего маршрута. Долгожданный отдых перед последним рывком в Германию утром. И вот мы тут. Мы только что прибыли в Мазда. Пересекаем линию. Просто не верится, что после 16 тысяч километров мы наконец достигли цели. Мы добрались до Франкфурта. Редактор субтитров А.Семкин